В интуитивном рисовании я полный нуб. Наборчик от Химис с размываемыми мелочками. Вот эта деталь просто... Так всегда, когда начинаешь записывать спидпейнт, получается какая-то лажа. Вот такое интуитивное, бессмысленное. Всем привет! Меня зовут Аня. Вы на канале Этна рисовала гордость. И по названию видео вы уже догадались, что сегодня этим солнечным пока еще осенним утром я планирую начать новый марафон, новый челлендж. И это будет марафон интуитивного рисования по утрам. Я планирую неделю раненько вставать и каждое утро посвящать примерно час, может быть, чуть меньше времени на то, чтобы просто провести время вместе с собой, наедине, порисовать, просто ради процесса рисования. Мне кажется, что осень в целом, это, конечно же, время, когда многие ловят ту самую хандру. И мне кажется, что это то время, когда не стоит требовать от себя слишком многого. Наоборот, стоит искать какие-то способы замедлиться, немного сбавить обороты и больше времени уделять именно процессу, а не результату. Для себя я выбрала такой способ. В интуитивном рисовании я полный нуб, я этим не занимаюсь. Единственное, что можно отнести к какому-то интуитивному рисованию, это, конечно же, мои вот эти абстрактные штуки на моих работах, которые вы встречаете очень часто. Но все-таки там я следую композиции, я стараюсь, чтобы получилось красиво. А тут мне предстоит довольно сложная задача, потому что я хочу вот прям попытаться как-то отпустить себя и на самом деле делать все просто вот как карта ляжет. Вот, надеюсь, у меня получится. Это челлендж никак не направленный на продуктивность, он направленный только на замедление, на успокоение и на творчество ради процесса. Вот, всем буду делиться, буду показывать какие-то мини-спидпейнты, буду показывать результаты и делиться вообще своими впечатлениями от этого челленджа. Надеюсь, нас ждет что-то интересное и надеюсь, что вы останетесь в этом видео и проведете со мной некоторое время. Сейчас покажу вам, чем я планирую рисовать и будем начинать рисовать сегодня субботом. Я думаю, что на выходных, конечно же, это делать будет очень просто. Ну, а как пойдет в будние дни, мы с вами скоро узнаем. Так, друзья, это быстрый обзорчик материалов, которые я приготовила. И в первую очередь тут у меня, конечно же, есть кисти. У меня есть карандаши всякие разные, цветные, какие-то старенькие мои и простые карандаши. Также взяла ручку гелевую, вода, туши, которые я, надеюсь, усиленно так потестировать в ходе этого челленджа. Потом у нас гуашь, моя маленькая палитра и плюс некоторые цвета дополнительные. Взяла акрил, ну так на всякий случай, вдруг рука потянется. Дальше вот этот вот наборчик от Химис с размываемыми мелочками, которые я тестировала на канале. И у меня здесь набор моей пастели. Тоже, конечно же, скорее всего, будет один из самых ходовых инструментов. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что моей целью есть именно как-то отпустить себя и разрешить себе рисовать как получится Но, конечно же, это не так просто сделать И хочется нарисовать просто что-то красивое Я надеюсь, что что-то красивое мне получится Но все-таки в течение этих дней мне хочется, чтобы я пришла к тому Чтобы мне легче было давать себе волю и просто рисовать по наитию действительно Из каких-то итогов пока ничего такого не скажу Потому что только первый раз Конечно же, я не включаю себе никакую даже музыку Ничего не смотрю Это время я действительно выделяю просто для того, чтобы порисовать Провести его наедине с собой И с моими художественными материалами Я сегодня рисовала 45 минут Нарисовала два таких небольших скетча Сейчас вам покажу, что получилось И в целом я довольна Мне очень хочется уже завтрашний день Хочется снова порисовать Я все материалы буду оставлять на рабочем столе Чтобы у меня все было в доступе Особенно это актуально будет, конечно же, среди рабочей недели Чтобы я, когда подошла рисовать У меня к чему рука потянулась Зато я и взялась Вообще в этом главный смысл, как мне кажется, такого марафона Попробовать какие-то материалы, которыми я редко пользуюсь И вообще мне очень хочется использовать какие-то смешанные техники Сегодня я это пока еще не практиковала Но сегодня только первый день Сейчас покажу вам, что я нарисовала Слушайте, ну свет из окна очень резкий Поэтому вот так покажу картинки Первая такая, чуть более, я думаю, свойственная мне В целом ничего такого необычного Конечно же, рука в первую очередь потянулась к материалу, который я больше всего люблю Это масляная пастель И вот так получилось Стараюсь я разбрасывать как-то рандомно все эти пятнышки Будем смотреть, что будет дальше получаться Ну и конечно же, вот эта деталь просто прекрасна И вторая картинка, вот тут уже чуть больше, как мне кажется, интуитивного рисования Решила я попробовать тушью в очередной раз порисовать И тут я уж на самом деле раскидывала все просто вот как получится Что-то размазывала, где-то растекалась Мне очень понравилось все вот эти капелюшечки ставить, смотреть, как они высыхают Это действительно было очень медитативно Но картинка странно выглядит объективно И вот здесь такой мазок получился, похожий на рыбку Я карандашом прорисовала плавнички Такой первый день Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, второй день марафона, все Сегодня было немного полегче, конечно Ну еще выходные, вставать тоже легче Но мне не нравится первая картинка, на которую я записывала SpeedPaint Вот так всегда, когда начинаешь записывать SpeedPaint Получается какая-то лажа Но ничего, я решила, что как бы это экспериментальное И тут должны быть это неизбежно, не особо удачные картинки Поэтому мы с вами будем надеяться, что дальше будет круче Сейчас покажу результат И буду ждать завтрашний день, надеюсь, все пройдет удачно И я смогу встать утром перед работой Так, друзья, первая работа вот такая Я подумала, что интуитивное рисование это же не только какие-то абстракции Можно и что-то более понятное рисовать Ну неправильно я думала Потому что работа получилась очень странная Как говорится, не нужно вгонять себя в рамки А я рамку нарисовала первую Все, долго останавливаться не буду Мне нравится Вторая картинка вот такая И она мне уже очень нравится Рисовала серым карандашом простым И добавила точечку красненькую пастелью масляной Вот это уже больше похоже на действительно такое вот Без обдумывания, но вроде как красивое Вот, я бы даже на стенку, наверное, повесила В общем, этой картинкой довольна Все, переходим в следующий день Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, третий день челленджа позади Нарисовала только одну картинку Потому что, ну, волнуюсь Вдруг на работу опоздаю Думаю, завтра уже лучше свои силы рассчитаю И постараюсь побольше нарисовать Рисовала сегодня снова тушью Сейчас покажу итог Ну, он такой Средненький Но пойдет Я очень рада, что сегодня порисовала У меня очень хорошее настроение Все, сейчас буду бежать на работку С моим прекрасным вдохновленным настроением А вот, что я сегодня нарисовала Как я уже и говорила Я активно хочу пробовать рисовать тушью Ну, на самом деле На камере даже получше Как-то вроде бы выглядит Либо просто дальше Картинку нужно держать Мне понравилось Что вот эти разводы Которые я оставляла В первый слой Масляной пастелью Они реально вот просвечивают немного И создают очень красивый эффект На звездах Вот Ну, конечно же Звездочки Все вот эти штучки Здесь попробовала Интересно было Порисовать очень много Своих завитушек Вот этих И посмотреть Как это будет смотреться Ну, в целом Нормально Ну, так Без особого восторга Такая картинка сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, четвертый день позади Я справилась Честно вам скажу Я сегодня нарисовала Всего одну картинку Она очень простенькая Но я так отдохнула Я с таким настроением Сейчас буду выходить из дома Я даже не ожидала Что это будет производить Вот такой эффект И что он реально Будет чувствоваться Каждый день Я вот Сегодня слабила себя на мысль Что сегодня четвертый день И я подумала Что Ох, как хорошо Что есть еще три дня Вот Я очень рада Что запустила для себя Такой челлендж На самом деле Много мыслей Но, к сожалению Я все-таки Утром не успеваю Сильно много нарисовать Из-за того, что Наработку нужно Вот Ну ничего Будем стараться Я все-таки Уже как-то Привыкла Может быть Завтра получится Больше нарисовать А вот И картинка Которую Сегодня нарисовала Такой тюльпан Внезапный Появился Ну вы сами Все видели Очень простенько Но очень сильно Хотелось Перерисовать Карандашиками Цветными Поэтому Сегодня Вот так Вот Ну Мне вообще нравится Очень нравится Как карандаши Друг с другом Соприкасаются Вот Мне кажется Это очень здорово Хочется больше Этого эффекта Как-то Вводить В свои работы Соприкасать Как Ninety Вtail Я Я Я Да Я Я Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Очередной день позади. Я сегодня с огромнейшим удовольствием порисовала. Впрочем, как и всегда. Мне очень грустно, что скоро челлендж заканчивается. Сегодня снова не сильно много работ. Я решила взять более необычные форматики, чтобы успевать сделать хотя бы парочку за утро. Потому что все-таки время ограничено. Но даже несмотря на то, что работ не очень много получается, именно удовольствия от процесса очень много. Потому что я, конечно, еще сонная. Я могу там потупить, посидеть, повтыкать в стену. Но мне нравится, что все равно это тоже часть процесса. В общем, довольна. Так, ну посмотрите, какая милота у нас получилась. Здесь я почему-то поставила себе такое условие, что я буду пользоваться только кистью, которая такая средняя у меня. Довольно крупная для этого формата. И еще очень хотелось сохранить вот эти все неровности. Шероховатости луаши. И даже вот эти вот места, где у меня какие-то комочки попались, я решила тоже ставить. Вот, ну, миленькая. Такая она прям немножко осенняя. Скажите, у меня уже осень в голове. Вот, ну, а это вообще полный прикол. Ну, как-то я прям даже ребенком себя почувствовала. На самом деле, конечно же, дети, они самые крутые интуитивные рисовальщики. Мне к ним никогда не приблизиться, как и любому взрослому, скорее всего. Ну, тут я прям почувствовала себя ребенком немного. Это очень приятно. И вот прям рука тянется. У меня как-то к светлым карандашам второй день подряд. Мне нравится. Вот. Сегодня две такие непохожие картинки, которые я рисовала практически параллельно. И я довольна. Субтитры сделал DimaTorzok очередной день позади. Я, наверное, не буду сегодня слишком долго болтать, потому что, в целом, ощущения у меня от самого процесса точно такие же, как и обычные. Единственное, что сегодня было очень сложно встать, потому что вчера я дорисовывала заказы ночью, легла позже, чем обычно. И сегодня прям сложно-сложно было подняться. Но я собралась и решила, что как бы лучше порисовать хотя бы что-то, чем вообще ничего. Вот. Сейчас покажу, что сегодня получилось. У нас лот первый. Это вот такой вот очередной мини-экспериментик. Очень мне понравилась просвечивающаяся масляная пастель с тушью. Но все-таки нужно было размывающуюся пастель брать, тогда стыки были бы не такие явные. Я вот все думала, что как-то это все грустно выглядит, какая-то какие-то оковы, тюрьма, не знаю. А потом я подумала, что как-то я не радикально оптимистично мыслю. И что стоит представить просто вот эти все клетки, как просто авоську, в которую кто-то собрал все эти прекрасные вещи, ключик, звездочки, цветовочек, и несет куда-то себе для вдохновения. Вот так вот. И второй лот. Это вот такая картинка. Очень мне понравилось на длинном формате работать. Такая вроде бы простенькая, но, честно сказать, довольно. Нравятся мне такие вот прям минималистичные штуки, потому что все-таки цвет серый, карандаш простой, и как бы выходит все равно довольно скромненько. Но так как я нагромоздила кучу всего, все равно есть что-то интересное в этом. В общем, сегодняшний у меня удовольна. Бегу на работку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, сегодня у нас последний седьмой день марафона. И сегодня не буду затягивать с болтовнёй. Завтра расскажу вам всё о том, что я думаю об этом челлендже. Вообще понравился он мне, не понравился. Как-то помог или это всё было зря. Вот. Так что завтра будут итоги. А сегодня картиночки, которые я нарисовала этим утром. Картинка первая у нас планировалась как экспериментальная. В целом такая она и вышла, но, конечно, выглядит немножко странно. Хотя вот эта часть, честно сказать, мне нравится. Так специфически выглядит и довольно приятно. Я нарисовала ещё одну картинку. И когда руки у меня сами потянулись к розовым, я решила, что после предыдущей, такой чёрно-бело-серой картинки, нужно обязательно дать себе какой-то такой яркий, нежный, вдохновляющий толчок на день. И вот такая маленькая чудесная вещица получилась. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет всем в заключительном дне. Как вы уже поняли, я решила продлить, так сказать, удовольствие на ещё один день. Потому что, честно скажу, я уже привыкла рисовать с утра. И мне, правда, понравился этот опыт. Поэтому решила на субботнее утро тоже посвятить рисованию. И всё-таки выйти за пределы маленьких форматов и порисовать на мольберте, на более крупном. Такое я себе по путням не могла позволить. Поэтому решила, что в последний день всё же сделаю. Вот, поэтому такая картинка получилась. Скажу пару слов о ней. Было приятно порисовать на большом формате. Мне понравилось. Я в последнее время люблю большие форматы. И картинкой я довольна. Но всё же некоторые работы с предыдущих дней, наверное, нравятся мне больше. Хотя опыт здоровский. И на большом формате, конечно, другие ощущения. Вот. Про сегодняшний день я вам рассказала. И теперь хочу подвести итоги своего челленджа. Сказать понравился он мне, не понравился. Какие плюсы и минусы. И всё в таком духе. Во-первых, конечно же, по моей реакции с каждого дня, вы, наверное, уже поняли, что я очень сильно довольна тем, что я решилась на этот эксперимент. Изначально я задумывала его для того, чтобы как-то притупить ту самую осеннюю хандру, которая накрывает многих людей. Конечно, мне повезло и многие из утр рисовательных, которые мы с вами провели, были довольно-таки солнечными. У нас ещё тепло. Но я понимаю, что у многих за окном уже серость, уже такая настоящая осень. И хочется отпустить себя. И действительно как-то замедлиться. Поэтому я придумала такой челлендж, чтобы на себе попробовать, как рисование по утрам влияет вообще на самоощущение посреди дня и на в целом вдохновение. На мне это сработало 100%. И для себя я могу выделить несколько таких прям жирных плюсов, из-за чего такой челлендж стоило бы попробовать. Во-первых, это то самое чувство, когда ты можешь разрешить себе делать что угодно. Именно это я и делала. Когда ты разрешаешь себе не работать на результат, а просто рисовать, что в голову взбредёт. И таким образом я разрешала себе просто посидеть и 5 минут потупить в стену, пока я ещё не до конца проснусь, не до конца вошла в тонус. И это очень сильно реально расслабляет. Когда ты понимаешь, что ты сегодня работаешь не на результат, а ты работаешь просто ради процесса и просто ради того, чтобы какие-то запустить процессы внутри себя. И как раз-таки вторым положительным моментом в этом челлендже я считаю тот факт, что эти процессы реально запускались. Когда я приходила на работу, у меня потом практически каждый день было очень такое вдохновлённое настроение на то, чтобы что-то поделать. Это ещё круче, когда ты можешь посвятить потом целый день творчеству вообще в любом его проявлении. Но и просто обдумывая какие-то вещи, которые ты хотел бы сделать, мне кажется, это тоже здорово. Потому что я приходила на работу, и так как работа у меня монотонная, я просто делаю что-то руками, мозг у меня более или менее свободен. Я очень много размышляла о том, что я вообще хочу сделать, как мне хочется дальше работать, что мне хочется нарисовать. У меня постоянно приходили какие-то новые идеи. И я реально считаю, что это из-за того, что с самого утра я уже была вовлечена в творческий процесс. Это очень классное наблюдение, потому что я вообще из тех людей, которые даже на выходных очень редко в первой половине дня садятся за рисование. Даже когда я снимаю видео, сейчас осенью это будет невозможно, но летом я чаще приступаю к съемкам видео уже в обеденное время, а утром я люблю почитать, я люблю приготовить что-то вкусное и красивое, и редко сажусь за рисование прямо с самого утра. И этой осенью я поняла, что оказывается вот такое интуитивное, бессмысленное, неосмысленное скорее, рисование с утра, оно очень сильно запускает процессы внутри твоей головы, и ты потом реально целый день как-то настроен на творчество. Ну, например, я очень ждала обеда, чтобы наконец-то взять в руки планшет и хотя бы немножко порисовать. Настолько сильно мне хотелось именно вот эту творческую идею куда-то направить. Я была очень сильно этому рада, это прекрасное чувство, и, конечно же, мне хочется, чтобы такие чувства в моей жизни были чаще. И еще один такой нетипичный плюс, который я вынесла из именно этого челленджа, это то, что я начала пить снова воду по утрам. Я каждое утро наливала себе стакан теплой воды и выпивала его. Часто, когда я собираюсь на работу, я собираюсь в дикой спешке, я никуда не успеваю, и выхожу из дома, не покушав и даже не попив воды. Но на этой неделе у меня уже стала такая традиция пить воду по утрам, и даже сегодня, когда я проснулась, у меня вроде бы было время, я могла сделать себе кофе, как всегда, и почитать книжечку, но я налила себе стакан теплой воды и выпила его, пока рисовала картинку. Так что, считаю, это тоже хорошеньким таким плюсиком. Безусловно, очень приятно держать в руках стопочку рисунков, пусть даже и не каких-то гениальных, но, безусловно, нарисованных с любовью. И это приятно видеть, что пусть даже не прилагая каких-то диких усилий, я получила картинки, смотря которые я как минимум буду вспоминать о том, как легко себя вдохновить и направить на классный заряд энергии. Я, конечно, понимаю, что главным минусом всего этого челленджа является то, что рисовать нужно с утра. А с утра очень многие спешат на работу. Я сама всегда спешу на работу, и мне пришлось попроситься приходить на работу на часик позже, я вообще работаю с 8, а на этой неделе я приходила с 9, и только благодаря этому я смогла сделать себе такой челлендж. Понимаю, что это не для всех подходит, особенно осенью, когда за окном такая погода уже в основном пасмурная. У меня так тоже было несколько дней, когда вставать вообще не хотелось ни на работу, ни для рисования, но я все-таки вставала и рисовала. И очень этому рада, мне очень понравился этот опыт. Поэтому, если ваша работа не позволяет вам рисовать с самого утра, то, возможно, стоит сделать себе такой челлендж, например, в обеденный перерыв. Мне кажется, что заряд вдохновения на как минимум вечер вы точно получите, и хорошее настроение тоже получите. Мне очень понравилось, что я использовала материалы, которые я долгое время вообще не брала в руки. мне понравилось работать в каких-то смешанных техниках, хотя я их не сильно часто использовала, потому что я спешила. Очень рада, мне понравился этот опыт, и я надеюсь, что хоть кто-нибудь после просмотра моего видео тоже вдохновится на то, чтобы сделать себе такой челлендж. Я думаю, вы не пожалеете. В комментариях я попрошу вас рассказать свои эмоции от прохождения мною этого марафона, как вам вообще понравилось, не понравилось, какие мысли у вас вызывает такой формат, и как вы считаете, просто на вскидку, способен ли такой способ творчества помочь в осеннюю хандру как-то замедлиться, успокоиться, и перестать от себя требовать постоянно каких-то невероятных результатов. На этом я буду заканчивать видео. Мы с вами провели 8 прекрасных рисовательных осенних утречек, и в завершение хочу, как всегда, вас позвать в мой телеграм-канал. Там я делюсь своей жизнью, процессами рисования, мерчом, маркетами, и всем очень интересным. И также хочу позвать вас на мой Бусти. Там можно посмотреть все картинки, которые я рисую, и также там выходит 2 эксклюзивных видео, которые выходят только на Бусти в месяц. Я очень стараюсь над этой площадкой, и хочу, чтобы там остановить как можно больше людей, потому что впереди у меня еще большие планы. Спасибо большое, что провели со мной это время, и увидимся в следующем видео. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok